Вот и наступила весна, пусть пока только календарная. Первый ее месяц кажется полностью лишен больших блокбастеров, но зато наполнен маленькими и потенциально интересными проектами. По ним и пройдемся. 2 марта на ПК и консолях от Sony выйдет пространственная головоломка «Макет». В ней вам предстоит взаимодействовать с миниатюрными копиями тех же зданий, в которых вы находитесь сами, и любое изменение в «Макете» отражается и в реальности. Параллельно с этим актриса Брайс Даллас Ховард и актер Сет Гейбл разыграют у микрофона пьесу о сложности взаимоотношений. В тот же день выйдет Monster Jam Steel Titans 2. Автосим про тачки с огромными колесами. На них можно будет исполнять трюки в разных, совершенно нереалистичных локациях, типа вампирского замка или автомобильной горы Рашмар. 4 марта появится текстовая ролевка с прекрасным названием «Жизнь и страдания господина Бранте». Вам достанется роль молодого аристократа в вымышленном государстве где-то 16-17 веков. Можете стать хоть отважным реформатором, хоть религиозным фанатиком, хоть придворным подлецом. Ну и, конечно, умереть одним из дюжины различных способов. Благо, смерть не стирает прогресс целиком. Так даже в продажу поступит жанровый гибрид под названием Loop Hero. Это и коллекционная карточная игра, и рогалик, и пошаговая тактика. Насколько удачно все это работает вместе, сказать трудно, но оформление довольно приятное. Также 4 числа ждем на ПК и консолях очаровательный трехмерный платформер MailMall. Готовы спорить, разработчики очень гордятся этим названием. Играть нам предстоит за крота почтальона и, соответственно, большая часть геймплея будет построена на скоростном перемещении под землей. Отметим, что на Xbox One игра появится на день позже. 5 марта на Switch выйдет Harvest Moon One World, новая часть древней серии, которая по сути породила жанр тихих игр про домашнее хозяйство. Без нее у нас не было бы ни Stardew Valley, ни Animal Crossing. Свежий выпуск, помимо стандартной фермерской рутины, предложит еще и пять регионов с разным климатом, от жарких тропиков до заснеженных гор. 9 марта после двухмесячной задержки до релиза все-таки доберется Stronghold Warlords. Продолжение франшизы про осаду и защиту крепостей. В этот раз в центре внимания окажутся три нации Востока – китайцы, монголы и японцы. 12 марта на ПК переберется Pascal's Wager – одна из лучших мобильных игр прошлого года. Ее называли самым качественным портативным соулслайком из всех существующих. Но выдержит ли она конкуренцию с проектами для больших платформ? 16 марта выйдет психологический триллер Moondown. Его главная фишка в графике, стилизованной под карандашные наброски. Более того, все текстуры и впрямь нарисованы автором от руки, действие же развернется в мрачном отеле и таинственном альпийском предгорье. В тот же день на ПК и Switch появится сборник из двух игр – Savers of Sapphire Wings и Stranger of Swords City. И то, и другое старомодные данжен-кроулеры от первого лица в аниме-стилистике. В общем, проекты сугубо на любителя. 23 числа выйдет Arkham Horror Mother's Embrace. Адаптация, популярная на столке «Ужас Аркема». Причем это не просто цифровая версия с парочкой анимаций, а полноценная видеоигра с новой сюжетной линией и значительно переработанным геймплеем. Тогда же поступит в продажу Overcooked All You Can Eat. Это смесь из первых двух частей и всех дополнений к ним, приправленная прокачанной графикой, онлайн-режимом для оригинала и новым эксклюзивным контентом. Также 23 марта на ПК и консолях появится психологический хоррор Sanity of Morris. Главный герой, вооруженный одним лишь фонариком, отправляется на поиски отца, а вместо этого раскрывает правительственный заговор и узнает о тайном вторжении пришельцев. Или это все ему только мерещится? А еще 23 числа, опять же эксклюзивно на Switch, выйдет Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Еще одна мультяшная игра про фермерство. Примечательно, что когда-то серия Story of Seasons как раз входила в состав Harvest Moon, однако потом отпочковалась в отдельную франшизу. В результате теперь любители жанра с разницей в две недели получат два очень похожих проекта. 26 марта состоится релиз кооперативного приключения It Takes Two, нового детища эксцентричного Юсефа Фарреса, автора A Way Out. В этот раз в центре сюжета окажутся муж и жена, чей брак трещит по швам. По желанию их дочери происходит чудо, и сознание героев переносится в мягкие игрушки. Чтобы вернуть все на свои места, им предстоит отправиться в путешествие по волшебному миру, а заодно восстановить отношения друг с другом. В тот же день на всем подряд выйдет трехмерный платформер Balan Wonderworld. Это первый за многие годы проект Наото Осиме и Юдзинаки, геймдизайнеров, которые подарили нам Соника. Судя по масштабам релиза, Square Enix рассчитывает, что свежий тайтл выстрелит не меньше, чем франшиза про синего ежика. Что касается геймплея, то главной фишкой, судя по трейлерам, станут аж 80 костюмов, которые могут примерять герои. Каждый со своими уникальными способностями, что, впрочем, тоже не ново. Забавно, что параллельно с Balan Wonderworld появится Case and the Wild Masks. Центральная механика в ней точно такая же. Маски со всякими свойствами, типа левитации или подводного дыхания. Только вот сама игра куда больше похожа на классические части Соника, чем творения Осимы и Наки. 26 марта эксклюзивно на Switch выйдет Monster Hunter Rise. Новая часть уже вполне мейнстримной серии Capcom. Делать предстоит все то же, что и всегда. Рубить чудовищ, создавать из их останков броню и оружие, а затем рубить чудовищ побольше. На всем кроме Switch будет доступна Space Base Startopia. В ней вам предложат взять под свое руководство космическую станцию. На нее ежеминутно пребывают дружественные и не очень дружественные инопланетяне. Одних надо развлекать, других устраивать на побывку, а с третьими сражаться. И все это одновременно и на трех палубах. В общем, очередная проверка на стрессоустойчивость. 30 марта наконец-то выйдет Evil Genius 2 World Domination. Продолжение лучшего симулятора бондовского злодея. Обустраивайте базу, лелейте планы по захвату мира и выпроваживайте незваных суперагентов. Все как в старые добрые времена. Также под конец месяца в Epic Games Store станут доступны все основные части культовой серии Kingdom Hearts. Для тех, кто не в курсе, поясним, что это грандиозная и очаровательная в своей абсурдности сага, где герои диснеевских франшиз объединяются с персонажами Final Fantasy, чтобы спасти мультивселенную от анимешных злодеев. Вот и все проекты марта, которые привлекли наше внимание. А какие игры в этом месяце больше всего ждете вы? Пишите в комментариях и играйте только в лучшие! Субтитры создавал DimaTorzok